...работу. Вытягивают нам мужики раму, рама стоит отдельно, ну куда это годится? И вот зима опять начинается, мы будем сидеть в холодном коридоре. Сидеть, мы не слушаем участки, мы всю зиму, всю весну черпали воду. Вода льется с потолка, со второго этажа, я не знаю, что там делается, но у нас уже потолок подваливался, подойдут эти все окна, откосы, все повываливалось, все по огне ухо. Когда же до нас дают ход? Я понимаю, везде все надо, но мы сидим 24 часа в сутки, отвечаем за людей, но мы бегаем с ведрами. Вот зима, весна, осень. Как по отчеству, Ирина Николаевна? Значит, я вам рассказал, как мы будем ремонт делать крыш, но вы поверьте мне, если мы не сделаем ремонт от станции четвертого ствола, то шахта останется в них той работы не будет, все будут стоять. Потому приоритет был отдан тем направлениям, которые не остановит предприятия. Это турбокомпрессор, вентилятор ванного проветривания, в ней под станции четвертого ствола. Вот эти основные позиции мы закроем. Вы сами знаете, в связи с тем, что у нас с 2014 года ведутся военные действия, деньги не выделяли вообще никаких крыш. В 2013 году, в последний раз, мы крышу перекрывали на вентиляторе. В 2013 году. И только в этом ходу, благодаря генеральному директору, были выделены деньги. И немало макерных. Потому я надеюсь, что мы все-таки дойдем до АБК и сделаем крышу. Крыша течет по коньку. Вы посмотрите, вы говорите, у вас ситуация. У начальника ВТБ, там не то, что там потолок упал. На АНДРе потолок упал. Такая ситуация везде. Мы пытаемся ремонтировать это все, но мы сразу не можем. Созданы две бригады. Две бригады не успевают. Надо сорвать крышу предыдущую, для того, чтобы настилить топ. За это время у нас уже обрешетка сгнила. Надо восстановить обрешетку. После этого восстановить, затянуть шифер. Задавать приходится на шестиэтажное здание компрессор. Не так все это быстро и просто. Но работа ведется. Я надеюсь, что мы до зимнего периода сделаем крышу на обрусах. Вы знаете, что самое обидное? Значит, военкомату мы выделяем в стройце. ДК. Это всегда, я понимаю, там надо. Обычно военные нам помогали. Трудные минуты. Сейчас мы военных выручаем. Мы облагораживаем им военкоматы, там еще всякие. Неужели так... Необходимость. А у нас люди работают, как говорится, извините, в гниднике. Хотя бы сделать крыльцо, хотя бы там бомбы какие-то. Но будем просто цепляемся на ноги и убиваемся. Ну вот зайдите к нам, пожалуйста, и гляньте, что там творится. Хорошо. Пожалуйста. Я бы хотела обсудить внимание, чтобы наши высшие руководители уделили внимание все-таки тому вопросу, который Николай Семенович осветил частично. Это по поводу, это касается не только невыплаты или частичной выплаты больничных листов. Но туда сейчас входит отказ субсидий людям, трудящимся нашим. Сюда входит и стаж, который потом не засчитывается, ни в пенсии, ни в пенсии, ни в пенсии. Чтобы этот вопрос не пускали извинять. Вот хотелось бы, чтобы как-то его решали. Еще есть? Ну, значит, я предоставлю слово Хорошиллу, Роман Семенович. Можно следствие мне? Да. Нет, следствие. Значит, мне ближе к вопросу проходки. Поднимали много вопросов по зарплате проходчиков. Действительно, вопрос проходки в наше время очень актуален и очень тяжел. В том плане, мы работаем в основном общественно-полководных материалах. Вы все знаете. Но приобретается очень мало. Работаем за счет шахты Северной, за счет шахты Южной. То есть, те материалы, которые мы оттуда погашаем, сейчас используем на действующих шахтах. И, конечно, по зарплате. Как всегда, как бы принято уже у нас было, зарплата проходчиков всегда была между зарплатой заботчиков и грозом. В настоящее время она опустилась, скажем, на третье место среди основных профессий. Работа проходчиков, конечно, очень тяжелая. Значит, ну, озвучили уже, что сделано в этом вопросе. То есть, изменены условия премирования. Насколько я знаю, есть разрешение на оплату двух двойных в месяц выходные дни провлечения проходчиков. То есть, это даст, конечно, какой-то свой коэффициент повышения заработной оплаты. Но я еще хочу остановиться на том, что намечено сделано. То есть, в настоящее время мы подготовили обращение в министерство с целью, вы все прекрасно знаете, особенно по вашей шахте, сжатый воздух в подготовительных забоях недостаточно, мягко сказано. То есть, он практически в два раза меньше, чем положено, чем норматив. В связи с этим подготовлено обращение ввести коэффициент на сжатый воздух. Это позволит нам, в среднем пока, по предварительным подсчетам, на 25-30% увеличить, вернее, снизить норму и, соответственно, увеличить растянутый метр. Ну, в деньгах, чтобы было понятно, это примерно даст 300 на 4 тысячи припеку действующих забоях проходчиков. То есть, это мы выйдем примерно на тот уровень, как был раньше. То есть, заботчик, проходчик, хвост. Ну, вот это основной вопрос, который я хотел вам осветить, чтобы вы знали. Вот это еще вопрос не решен, чтобы вы понимали, в стадии решения. Ну, в министерстве договоренность такая есть. Мерс. Слово предоставляется Василию Петровичу Щербану. Я, если вашего позволения, суд видеть. Всем добрый день еще раз. Я вот внимательно слушаю вас. Как будто бы в течение полугода не было ни одного заседания правосоюзного комитета, где должны рассматривать все вопросы коллективного договора. В том числе, бытовые вопросы. Потому что, я помню еще, по-моему, 10 назад, я занимался прогнозом, расторгую тогда, отремонтировали. Сейчас уже, опять говорится, довели все остальное. Уважаемый, я прекрасно понимаю, что бы там ни говорил, кто там, и директор шахты, все остальное. Я дальше, именно, расскажу, какое отношение министерства, все одно. Но это наша повседневная жизнь. Для этого есть правосоюзный комитет, администрация. Те вопросы, которые необходимо решать на своем уровне. Что не решается, есть объединение Терков. Дальше мы решаем свои задачи. И вы сами ощущаете то, что Николай Семенович сегодня вырос. Наши, те вопросы, которые необходимо решать на уровне Министерства, Верховного Совета, Центрального Комитета. То есть, каждый должен заниматься своей работой. Тяжело, я прекрасно понимаю. Вот, я был на шахте Торецкой, вчера на ремонтном механическом, колдоварная конференция. Люди беспокоятся, крик души. И они в течение всего года, отчетного периода, всегда выходили с ходатайством по проблемным вопросам. Точно так же, и вы обязаны в течение каждого месяца, проводится заседание профсоюзного комитета, приглашайте. Я могу спросить Николая Семеновича, скажи честно, хоть раз у тебя растору и отчитывался на это? А чего тогда можно рыть, если зам директора по быту ни разу не отчитывался на профсоюзном комитете? А вы хотите, чтобы вас крышу ремонтировали? Да когда бы правком рассмотрел, провел у меня решение, и если необходимо было, какие-то дополнительные средства, я думаю, мы бы генеральным директором, то, что мы пьемся каждый день, звонками и все остальное. Вы, наверное, многие были у нас в 31-й на конференцию, где принято, где генерально отчитывался, председатель герпома, я отчитывался от всех тех проблемных вопросов, вот то, что вас сегодня всех волнует. И было принято четкое решение. Первое. Сегодня то, что вы поднимаете, вот, Инната, поднимает, единый социальный инвестор. Это касается всех, не только ГП Торецк-Куголька. Мы приняли постановление, направили письма уже не одно очередное, на президента, на Гройсмана, на министра вольнопромышленной, областную администрацию, на городскую власть, потому что на руководство ЦК. Сегодня оплата больничных листов, то, что вы говорили, это не вина сегодня объединения. У нас, вы знаете, до начала военных действий была задолжена по единому социальному инвестору 15 миллионов. После этого начались военные действия, но налоговая инспекция, вы знаете, фискальные службы, каждый ищет себе, где же заработать. Нас кинули, присоединили, ГП, запорожские фискальные службы. Можете представить, ездить, отчитываться, бумаги отправлять, когда рядом есть местная, областная и все остальное. Они приехали, посчитали. Насчитали на 15 миллионов, 60 миллионов пеней, штрафы, добавили еще раз. Потом в следующем году еще одни приехали. Итого насчитали 105 миллионов на 15 миллионов в штрафные санкции пеней. На протяжении двух лет с каждого из вас, из меня удерживаются единый социальный внесер, который поступает и в пенсионные, и в фонд со страха, то есть во все службы. Но правительство приняло постановление в кабинет министров, если есть задорность прошлых лет, страшные санкции, куда наши деньги идут? На погашение прошлых лет. В 2011 году, когда была вице-премьером по ТЭКу и премьером Тимошенко, мы выходили, тогда точно такая критическая ситуация была, пошли навстречу ученикам, было принято постановление в кабинет министров и реструктуризировали. То есть писали пенсионный фонд вот это, потому что это надуманные деньги. Сегодня, то что я сказал, 122 миллиона у нас, сегодня по министерству 10, более 10 миллиардов составляет задолженность Едино-Социальное НЕСКО. Мы писали рывы, я получил ответ от рыва еще до вот этого вот обращения. Он написал соответствие с бюджетом, с законом и потом то и то, все. Немаемо право и все. Весь ответ, да. Необходимо выплачивать, удерживать, погашать задолженности. Это виртуальный день. Мы говорили, сделайте то ли прогонку, либо как ответ министр все со мной, наложить мораторий на эти долги сегодня, И дать чистого листа, чтобы люди не страдали. Ко мне сейчас приходят стажи по 2,5 года они засчитываются, лютый стаж, человек работает, удерживается все остальное, больничный. Ну и еще правительство в апреле месяце новое постановление приняло. Сначала в том году одобрили, как будто надо людям пойти на встречу, насчитали субсидии на 70 миллиардов, да. Посмотрели, а грошей этого казни нету, да. В этом году принимают новое постановление на 50 процентов уменьшить субсидии. В том числе и космоса даже человек купил корову, да, все, субсидий не положено, да. Зарплата не соответствует, да, выше все. И сегодня работают все социальные службы, да, как бы уменьшить на 50 процентов субсидий. Поэтому мы с вами, то, что я сказал, направили везде письма. С областной администрации, от руководства пришел ответ. Вы знаете, какой ответ? Соответствие законодательством, то-то, то-то. Областная администрация, немае права не вникать, а вмешиваться в хозяйство, деятельность, в угольном ГП, Торецкого точно так же наш руководитель города, я же ему вручил все, спасибо. А что нам с вашим письмом делать? Как вы? Решать вопрос, помогать необходимо, совместно все. Ну вы знаете, мы тоже не имеем права вмешиваться. А куда вы имеете вообще права вмешиваться? Вы извините, если шахтеры кормят сегодня город, благодаря только нашим отчислениям, вы сами прекрасно понимаете, сегодня бенствие, сегодня все эти львоты, которые необходимы, все остальное. Вот это ответы. Поэтому ждем сейчас сегодня все-таки еще раз, что дальше. Второе постановление нас уже всех возмущает, на всех коллегах, где приходится выступать перед министром, на пленумах, везде, все. Сегодня у нас активов на 90 миллионов ДЭФ, углопоставка, забрала уголь, это государственное предприятие, на 90 миллионов. И каждый день генеральный, я был, на режиме сдавали, тоже с комиссии сидит, все специалисты министерства, генеральный докладывающий, они давали. А что вы так много материалов купили, вот это все? Вы посмотрите, какие вы материалы, и какая цена сегодня, то, что было те, когда вы знаете, каждый месяц минимум на 10-12 миллионов только на технологии брали. А сейчас на какие-то 5-6 миллионов и то, кредит берем, так уже цены в 2-3 раза больше. Не то, что какая заработная плата, все остальное. Я поднимаюсь, дайте как мне слово, вы знаете, мне просто жалко вот этого человека, Владимир Анатольевич, каждый день на селекторы слушает, каждый директор начинает. Путевая мелочь надо, то надо, то, ГСМ необходимо. А денег, да, начинает звонить, гугли по ставку, а то меня спросит. Ну да, тебе хотя бы 200 тысяч на лес, чтобы не остановить. Детей забирали с министерского лагера, забирали денег с родительской платы, с питания, чтобы не остановить технологии. Они сидят, чем человек питания, спасибо, пидор. Ну это вот там. Где там? На шестом, кажется, это углепоставка. Так что теперь делать, говорю? Господи. Вот это, мы поэтому приняли постановление на правиле телеграммы руководству ЦК, министру, я наоборот, заместителю, немедленно принять делегацию нашего государственного предприятия. Потому что задорвенность, как я сказал сегодня, на 90 миллионов и на складах более на 70 миллионов сегодня угля, копсующего угля при той температуре и все остальное можете представить. Спасибо Мамченко организовал такую встречу. Ну сначала он подсунул, извините за такое выражение, замениться позже на. Тот начал, поплакал, я с ним каждую неделю созваниваю. Перед этим буквально я звоню, когда уже на грани остановки не лез, а все. Анатолий Васильевич, генерал вам заменил, ну ситуация критическая. Ну вы же видите, сколько денег сегодня. Василий Петрович, гроши не мая, ну вы держите. Ну вы уже как медведи, говорю, просто разговариваете. Смотрите. И точно так же, здесь он нам показал, куда наши гроши ушли. Те объединения, которые практически не добывают угля. На Лисичанск наши деньги пошли, на Первомайку, на Селидово все. Говорю, подождите. Плюс, кроме этого, перефинансировали за будущий угол Селидово и Мирноград 450 миллионов. Можете представить, да? Лисичан, 420 миллионов. Не меля добычи, не меля, не меля, там цифры колоссальные. А мы с вами с плюсом работали, работаем, ну он же говорит, это замминистра, спасибо, но вы же дотацию получаете. А все получали, кроме Львов, все получают точно так же, так вы же извините, какой у нас трудно. Ну потом пришел министр, поздоровался со всеми, вы знаете, что мы брали Романа вашего, вот Аликсимова с собой, заботчика, красавца, проходчика от шахты Торейской, мы пусть послушаем. Ну чего, он тоже поплакался, министр, ситуация сложная, вы бачите, и все остальное. Прошу извинения, Василия Петрович, чтобы ваши гроши пришлось раздать, ну вы знаете, там же люди хотят кушать, мы сидим, что они, где же Степан? А это что, нелюбие или что? Ну может у вас какие-то там резервы есть? Какие резервы? Вот, 90 миллионов, плюс на складе 34 тысячи, умнощено 1820, почти что за 70 миллионов, уже два года, и начал, я приехал не от себя, вы извините, вот то, что вы сейчас рассказываете, я через два месяца вам обещаю все гроши вернуть. 22 сентября, будет ровно вот, как я вот здесь сидел на коллеге, выступал перед вами, был полный зал, вы пообещали при всех, Василий Петрович, никому гроши не буду давать, не Лисичанскую, я уже зрозумел, так вы извините, в Лисичанске 4 тысячи, трудящихся, и никакого передачения, оптимизации, а мы до сокращающего, сегодня, да, и фонд оплаты труда у нас два раза меньше, чем именно в Лисичанске, и угля нету, но вы финансируете, 1 мая, в Селидово сегодня меньше, суточная добыча, но при этом 8 тысяч трудящихся, так что же нам делать, вот уже сидит Роман, заводчик, посмотрите, что ему надо, чтобы обработать свою тарифную ставку, прокормить семью, соблюдать технологический пасху, в первую очередь, нужно лезть, а лезть у нас с колес, машина пришла, переработали, и быстро и в лаву, что ему надо, воздух в первую очередь, стационары, добитые, до ручки уже 80% износа, мы, у нас программа, на разбережение, хотим два самсунга купить, все остальное, для этого тут только деньги идут, дайте деньги, все остальное, он так смотрит, спасибо, а у вас что, 21-й вы, вы что, надбойный молоток работаете, можете представить, министр говорит, вы что, надбойный, мы к молотке работаем, генерал сразу, да, у нас есть, механизированные две лавы, на шахте центральную, щитовые лавы, все остальное, но это 30%, а я сразу говорю, не, все, два года ездить с бизнес-планом, по 42-й лавы, перед Новым годом, вы обещали 22 миллиона, так, озору, чтобы увеличить добычу, даже программа подготовлена, на 900 тонн, суточная, нам нужно все начать, 37 миллионов, нам не надо, вот те кредиты, которые вы пообещали, 22 миллиона, третий год обещать, я сейчас опять сказал, да вот я уже договорился, может что-то дадут, так нам нужно будет за 22 миллиона, 35 миллионов отдавать потом, отдайте наши 37 миллионов, и мы разберемся, все что надо, я постараюсь, все остальное, по проходчикам, вот то, что говорил, Ирланд Игоров, есть вот этот вариант, я думаю, 100% Орзун подпишет, он будет, по коэффициенту, посмотрим, подтяну, потому что я за проходчик, как можно, бригады по 4, по 6 тысяч получают, так это от звонка до звонка, проходчик и работает, вы понимаете, заработная плата, посмотрите, все остальное, посмотрите, ну можете поднять, рука подняли, дайте разрешение, а нет, вы же, дотационные, мы не имеем права, Львов, да, вот они на 40%, больше они, дотации не получают, так а что нам делать, вы же обещали, средняя зарплата будет 20 тысяч, а сегодня, какая заработная плата, вот наша, где, боль, вот это все остальное, поэтому, ну давайте, по минимуму, впереди праздник, День шахтера, надо людей поздравить, хоть награды получить, все остальное, минимум 400 тысяч, ну минимальную заработку, заявку, вот отправили на 8 миллионов, пообещал, в том числе, на подготовку к зиме, на фокировку, на двигатель, в шахту центральную, здесь много, на ремонт крана, три дня прошло пока, ни ответа, ни привета, сегодня с утра, говорит, Владимир Анатолий Васильевич, который будешь на конференции, я с утра начну, бомбить, потом выдавать, и все остальное, так дело даже не в том, я вот вчера, сегодня созванился, день шахтера, 21 числа, область проводит, торжественное собрание, едут наши шахтеры, нужно наградить, ведомственные награды, у министра, держа все ведомственные награды, он не подписан, некогда ему подписать, в том году, за сутки до праздника, только подписал ведомственные награды, я уже не говорю, за правительство, которое три года обещает, все остальное, вот это отношение, такой руководитель, руководитель министерства, профессионал, в кавычках, если, крик души, мы его сколько приглашаем сюда, приедете, вы посмотрите, что такое, крутое падение, шахты, ну вы знаете, я вам сейчас заканчиваю, когда в 15-м году товарищи Яценюка были, когда 2000 шахтеров касками стучали, и когда подняли вопросы, долги по заработной плате, я ему рассказывал, вот так и так, центральный район Альбаса, крутое падение, осмотрели, Василий Петрович, а что у нас, крутое падение есть, я думаю, только в Америце есть, а мы одесса, вот так и министры, как это так, мы еще находим молодцы, поэтому, деньги у нас есть, но эти все деньги находятся вот там, поэтому сейчас, задача поставлена до Дня Шахтера, вырвать вот эти 8 миллионов, чтобы не остановить на производстве, в первую очередь, провести наш праздник профессиональный, а после этого, то, что Николай Семенов говорил, миллиард четыреста, это буквально до сентября хватит, и все, потому что просили 2 800, чтобы зарплата была, но до сих пор, вот тот закон, который до сих пор президент не подписал, даже миллиард четыреста, потому что ищут, с каких статей, вот сегодня же министр, я только звонил, секретарю, говорит, будто бы вчера Первомарков обещал поднюю Шахтера, нас сунули куда? Спецфон кабинета министров, а там кто сидит? МВД, силовые структуры, финансирование, автодороги, ремонт вот этих автодорог, и нас туда, а накопление за счет чего? В первой статье, за счет погашения долгов по электроэнергии, то, что мы сегодня должны 2,7 миллиарда, по вольной отрасли должны 12 миллиардов, ну плюс оберегации, ну, Ройсман сказал, за счет этой коррупции на таможене, мы обязательно дадим, поэтому, я думаю, что все-таки совесть будет и в правительство сегодня, и в министерство, что заработная плата, вы знаете, дай бог, у нас еще, мы с вами, 15% аванса июля, я думаю, деньги будут, и мы получим, и бюджетные, и тем более, с реализацией у нас актива есть, поэтому будем надеяться на порядочность, на совесть, прежде всего, поэтому, я думаю, просто нужно бороться и поддерживать, не просто так, да не держайте, дали нам прогрессников, пенсионеров, езжите туда, в Киев, стучите касками, это наша общая задача, мы никому не нужны, я вам говорил уже 20 раз, только в том году наша правительство закупило на 2 миллиарда долларов угля с Америки, с ЮАРа, с Россией все, а мы просим 2 миллиарда гривен на заработную плату, чтобы дополнительно за наш адский труд, за ваш адский труд, чтобы люди получали нормальную заработную плату, в первую очередь вовремя, и конечно, с теми тарифами, я буквально сейчас заканчиваю, энергетики обратились, а то, что вы говорите, за 25%, я показывал замминистру все, те районы, которые находятся, ну вы же знаете, выгодность вода и все остальное, энергетики, у них выше средняя зарплата, чем у шахтеров, обратились в НКРЕ, НКРЕ рассмотрела на своем заседании, повысить тарифы на электронели, и за счет этого поднять энергетиков, трудясь до 10,3% заработной платы, я вчера Марчинке сказал, проведем съезд 11 числа, сентября, и я думаю, будем душить наше руководство, начиная с Центрального комитета, министра, выгода не будет, не будем вырывать, нам никто, мы никому не нужны, спасибо. Слово для ознакомления с постановлением нашего правкома Российский Георгий Ставин. Постановите, акт проверки выполнения коррективного договора за первые полугодия 2018 года утвердить. Работу проведена руководством шахты и правкома.